Всем привет! Сегодня я снимаю видео макияж с вот такими потрясающими тенями новинкой Giordani. Это запеченные тени, ручная технология, очень крутые тени, очень крутые тени, макияж. Но мне хочется практически каждый день носить эти тени, одевать на себя такой шикарный образ. Безумно нравится. Я жду, когда эти тени будут со скидкой в 16 каталоге, чтобы еще их приобрести. Не просто макияж, который вы можете сотни увидеть на ютубе, подобных, но и о своей проблеме кожи. У меня пигментация появилась. Как сделать антивозрастной макияж. Действительно серия это помогает. Какие продукты мне понравились, какие не понравились, что я передаю маме. Вот это во всем. Такая болтология, какие-то мои лайфхаки будут в этом видео. Видео я хотела сделать максимально естественное, самое близкое, самое открытое вами и честное, как выглядит моя кожа. То есть максимально открытое, потому что нечестно было бы снимать подобное видео, если вы сделали кучу освещения. Но соответственно это сразу минимум минус 5-10 лет вашего возраста при дневном освещении, как есть ваша кожа. Потому что мы все с вами не идеальны. Я не знаю, у кого, редко встретишь людей, у которых идеальная кожа, и которые не имеют никаких проблем. Вот, поэтому вот даже это видео должно было бы под угрозой снять его. Почему? Потому что утром я проснулась и обнаружила кучу высыпаний. И я не хотела с таким лицом делать видео, но я подумала, пусть может быть будет так, как есть, чтобы показать, как на самом деле, как бывает, и рассказать, почему это происходит. Я, например, четко отслеживаю, почему у меня высыпает, может быть в любой момент кожа стать подростковой. Это из-за либо неправильного питания, либо неправильных продуктов. Это мой кот. Вчера в моем рационе питания появились 3 новых продуктов, после чего у меня вот так вот высыпало. Я всегда слежу, отслеживаю. У меня обычно высыпает так, если я съем Принглс, если я съем какие-нибудь там кириешки, много сладкого. Но вчера у меня было ни сладкого, ни кириешки, просто новые продукты, я сейчас не буду о них говорить. Просто наблюдайте за том, что вы едите, если у вас какие-то высыпания происходят. Обязательно смотрите первое, что это ваше питание. Сегодня я хотела бы сделать честный отзыв на новую серию против пигментации, потому что, если вы смотрели обзор моего заказа в прошлом каталоге, я вам рассказывала, что навредила своей коже, сделала пигментацию, пинк для умывания против пигментации, достаточно комфортная и хорошо смывает макияж. Всегда торопимся, и у нас часто нет времени между первой и второй процедурой, то есть мы сделали быстренько очищение, сделали тоник, нанесли дневной крем, тот же тональный крем, и быстро дальше идет макияж, и побежали кто в садик, кто на работу, ребенка вести, и совершенно нет времени. Вот так вот я заработала себе пигментацию, не ожидая времени, поэтому сейчас буду стараться время это как-то удлинять. Следующий этап после тоника – это идет крем для век. Я смотрюсь только в телефон, поэтому могу неравномерно что-то наносить, и только после этого мы наносим либо сыворотку, либо дневной крем. Так как у меня кожа очень жирная, сыворотки мне не подходят, они утяжеляют макияж, поэтому я использую дневной крем. Я во мне делаю рекламы и говорю честный обзор, как он на самом деле есть. Этот крем мне не подошел. Почему? Потому что он больше, мне кажется, предназначен для сухой кожи. В принципе, кожа склонна к пигментации, это, скорее всего, зрелая кожа, поэтому она нуждается в дополнительном таком уходе, и она больше уже сухая, истощена. У меня же кожа жирнючая-жирнючая, поэтому делаю следующий праймер, тональный крем, нанося. Есть какой-то блеск, лощенность, и мне понадобились салфетки для того, чтобы убирать этот жирный блеск. У меня два варианта. Первый – я его отдам маме. Почему? Потому что у нее тоже есть пигментация, и SP-фактор 35 ей замечательно, он подойдет ей. И у нее как раз-таки сухая кожа. И второй вариант – я оставлю его чуть-чуть попозже, когда начнутся морозы, холода, декабрь, отопление, резкие перепады температуры. Я думаю, что вот такой вот крем, и как раз когда начнутся морозы, замечательно подойдет. Самый крутой крем, дневной крем, который вот у меня был, мне кажется, это вот такой крем Optimals. Его покупала я летом, и он пустой. Вот реально, когда ты его наносишь, вот чуть-чуть осталось его, когда ты его наносишь, он ложится тончайшей-тончайшей пленочкой и сразу матирует. Матирует настолько, он даже немножко, небольшое чувство стянутости кожи идет. Но это классно, это классно, потому что и он хорошо держит макияж. Я не знаю, какой в нем SPF-фактор, небольшой, небольшой, конечно, это минус. Сейчас идет тренд покупать косметические продукты, которые содержат BHA, либо BHA кислоты. Кислоты делают эксфолиацию, то есть удаляют верхние ваши клеточки, тем самым дая приток новым ростам, новым клеточкам. И есть более легкие кислоты, которые предназначены больше для сухой кожи. Это AHA кислоты. И как раз-таки вот AHA кислоты, молочная кислота, вот здесь вот, содержится вот в этой программе. То есть это вам не навредит. Если у вас комбинированная жирная кожа, вам нужны BHA кислоты, которые вот эти поры, вот этот вот ваш жирок, закупорившиеся поры, они убирают. И в таком креме, как вот такой серии для комбинированной кожи, есть салициловая кислота, это BHA кислота. Вот, поэтому она как раз-таки помогает вам сузить поры, где-то убрать вот эти вот комедончики. То есть уход. И достаточно, так и достаточно маленькая концентрация этой кислоты, поэтому она не навредит, а только улучшит. И кроме того, здесь направленный комплекс на увлажнение вашей кожи. Жирная кожа нуждается в увлажнении. Мне этот крем очень понравился. В следующем каталоге он идет вот, в пятнадцатом каталоге он идет со скидкой. Поэтому я себе первое, что я приобрету именно этот крем против пигментации, я заменяю все-таки на вот этот крем, для того, чтобы у меня макияж дольше держался. Или, конечно же, если я знаю, что мне предстоит активный отдых на улице, я буду использовать этот крем. Буду брать салфеточки для того, чтобы промокнуть и убрать ненужный жир. На ночь эти крема достаточно комфортные. Также использую вначале сыворотку, после тоника, естественно, и вот этот ночной крем. Прошло всего только две недели использования. Может быть, чуть-чуть легкое осветление есть, но я бы не сказала, что оно такое сильное. Я делаю фотографии, сравниваю, смотрю, но я думаю, что эффект будет гораздо больше. Нужно прождать дольше времени. Следующий этап, и для меня новинка, это многофункциональный сиси-крем со SPF фактором 20. Тоже против пигментации. Вот это средство мне понравилось. Хорошо наносится, комфортное. И с ним макияж хорошо держится. Это средство средне перекрывает пигментацию. Вы не видите тональный крем. Сейчас я вам покажу. Вбиваю. Вначале, когда вы наносите средство, этот тон кажется светловатым, но потом замечательно подстраивается. Видите, у меня прыщики. И наверняка вы видите, что пигментация уже не стала такой заметной, то это средство перекрывает. В то же время, этот тональный крем, не видя на лице, он комфортно ложится, как вторая ваша кожа, и не видно его нанесения. Сделаем небольшую коррекцию. Вбиваем сюда пальчиками, а потом уже так же блендером пройтись. И если вы чувствуете, что у вас сильные такие синячки, то можно пройтись сначала оранжевым пигментом. Оранжевый пигмент убьет синеву. А потом использовать более светлый пигмент, и он перекроет ваши синячки, и все будет замечательно. Единственное, не наносите здесь. Почему? Потому что тонкая кожа, и сразу вот этот корректор, он забьется, и наоборот подчеркнет ваши морщинки. А это нам не нужно. Более точечным мыло. Вот, смотрите, уже хорошо. И потом блендером пройдусь. Осталось уже таких вот два малыша Джордани, как я активных использую. У меня пошел второй карандаш светлый, и думаю, уже скоро я возьму темный оттенок и буду использовать. Почему-то светлый у меня расходуется гораздо больше. Я не знаю, как вы, но когда я крашусь утром, я вообще ничего не вижу. На ощупь буквально крашу. И только потом, когда я прихожу после того, как я отведу ребенка в школу, я могу подкрасить. Вообще не вижу. А у вас такое бывает? После того, как я ношу светлым оттенком, я привожу форму, используя темный оттенок. Подкрашиваю. Как вы видите, бровей практически нет, потому что когда-то в свое время я следую тенденциям моды и хорошо выщипывала. Почешу брови, чтобы убрать карандаш. Конечно же, если у вас есть время, можно так вот поизвращаться, чтобы они были у вас идеальными. Сейчас корректор впитается. Чтобы тени держались, я использую базу как раз-таки вот этот вот. Консили вам уже неоднократно это показывала, потому что любые тени, любые тени должны к чему-то крепиться. Если у вас веки сухие, не к чему будет закрепляться. У меня есть знакомая, которая говорит, Ирина, мне твой совет не подошел. У меня скатываются тени, когда я наношу на эту базу в складочках века. Я не знаю как, почему, но мне эта техника подходит идеально на эти тени. Конечно, я могу использовать только вот эти два оттенка, но для меня показалось восхитительным, когда я стала использовать еще вот такой оттенок. Мне нравится сделать переход, потому что сами по себе эти тени имеют, когда вы их наносите, они будут иметь более коричневый потон. Поэтому все-таки я наносить буду, использую вот этот карандаш. Для того, чтобы тени легко тушевались, мы можем нанести подложку, вот этот оттенок, на наше подвижное веко. Может быть, вы замечали, что иногда тени ложатся неровно пятнами. Так вот, они должны тушеваться хорошо. И если вы нанесете подложечку, то потом они будут хорошо втушевываться. Поэтому нанесем нейтральный оттенок, который подходит под любые тени. Тем самым мы, можно сказать так, припудрим, создаем базу. Наверняка вы замечали, если вы нанесете, например, румяна без тонального крема, то они лягут пятнами. Вот поэтому мы сейчас нанесли базу, чтобы это все хорошо растушевывалось. Нанесу темный оттеночек. Мне этот пигмент, такой бордовый, нужен, лилово-бордовый, нужен на нижнем беньке. И немножко растушую. Протягиваем наверх. Можно также сделать такую же растушевочку в карандаше. Далее беру растушевочную кисточку и просто пытаюсь втушевать то, что у меня есть. Вот этот фиолетовый потон. Вы можете также делать, например, если у вас есть любой оттенок, либо какие-то другие кремовые тени. Но мне так нравится больше. Вы сейчас посмотрите, как будет играть оттеночек. Как купила, они мне не понравились, потому что пигмент собирается с этих золотистых теней, по чуть-чуть и он наносится. Я же хотела более такого плотного нанесения. Но потом я поняла, если бы он наносился сразу плотным таким жирным слоем, то эффекта такого бы оттеней не было. Оно дает такое классное мерцание, такой естественный перелив. Вот именно драгоценное, дорого, шикарно, дорого смотрится макияж. Я его буду наносить, этот оттенок, в два подхода. Вам потом покажу. То есть сейчас я наложила буквально базу для растушевки. И потом этим золотистым оттенком я буду растушевывать. Ой, как он мне нравится. Он такой шикарный. Такой темный отлив имеет, оттенок. Вверх чуть-чуть. Боже мой, какой классный он. И самое, что примечательное, он не сыпется. И нанесу сюда. Мы хорошо на растушевочную кисточку набираем золотого пигмента и начинается волшебная втушевка. Когда эти тени распределяются между собой и после этого получается бомбический эффект. Да, для этого потребуется определенное количество времени, втушевка, втушевка, когда нужно круговыми движениями растушевывать эти два оттенка. Посмотрите, какая втушевка. Делайте круговыми движениями достаточно долго. И эти два оттенка перераспределяются между собой и у вас будет плавный перелив. Можно еще раз продублировать темный оттеночек. И между ними переход оформить. и дублируем золотистым оттенком. Можно сказать низ. Еще раз проходимся золотом. И золото наносим чуть-чуть выше. Вот здесь, смотрите. Добавляем золотистого оттенка в уголочке глаз. Для того, чтобы взгляд углубить, использую черный карандаш. И немножечко растушевываем мой карандаш. вытягиваю стрелочку наверх. Тушевку. Какая у меня любимая тушь ворифлэйм. На самом деле, как показала практика, вот это самая классная тушь, которая мне подходит. Видите, ее колпачок. И сегодня я решила проэкспериментировать и попробовать. Вот эта тушь, да, хорошая, интересная веночка. Она запустилась, но мне не нравится ее щеточка, кисточка, что она долго-долго-долго наносит, делает тоненькие реснички. Поэтому я просто поменяла кисточки. И сейчас буду использовать вот эту тушь, потому что хорошая она дает эффект. Она идет, классная идет водостойкость. Вместо того, что она медленно наносится, я поменяла кисточку на другую. И теперь буду использовать. Вообще, все кисточки орифлэйм, они перекручиваются. Это такой, знаете, лайфхак вам. Когда вам нравится щеточка, и когда вам нравится формула туши, вы можете в орифлэйм их комбинировать. А второй глаз я нанесу другой моей любимой тушью. Это Джордани Голд. Вторая, самая крутая для меня тушь в орифлэйм, это такая вот Джордани. Видите, немножко такая изогнутая кисточка. И самое классное, что эту тушь можно носить несколько раз в течение дня. То есть утром, когда у вас заспанные глаза, вы кое-как на ощупь, буквально там дынк-дрынк-дрынк, накрасили стрит своей палочки. И потом, когда вы уже осознанно подходите к зеркалу и подправляете макияж, когда ваши глаза после очередной чашки кофе проснулись, вы можете сделать из себя куколку. Ну, я уже не говорю о том, что если у вас намечается какое-то мероприятие днем или вечером. Если, ну вот, посмотрите, ой, даже мне вот, знаете, вот мне эффект вот этой нравится больше. Баттл три в одном. Между вот этими двумя тушами и этой джердане все-таки выбор пал в пользу вот этих глаз, реснички. Круче наносятся. Это первое нанесение. Добавляю второй слой. Конечно же, этап, в принципе, достаточно хорошо, но добавлю второй еще слой, чтобы сделать еще более пушистые реснички, чтобы прям вообще глаза такие были, глазюки, глазюки. И второй раз. Вот что получилось. У меня закрепился дневной крем, закрепился тональный крем. Теперь хорошо можно использовать пудру, она не, вас не уберет и вот эту пигментацию не сделает. Как, например, дальше у меня идет тушевка. Самая моя, самая любимейшая пудра, это такая The One. Мне она безумно нравится. Она мне сейчас заканчивается. Это уже третья пудра. В среднем год, год, да, ее хватает. Что я делаю? Не сильно наносить, но такие похлопывающими движения в тушевую пудру. Еще, вы знаете, в последнее время я вдруг вспомнила, что у меня есть замечательная такая пудра в шариках, которая делает мега крутой эффект. Это как крутое дорогое белье, которое ты одеваешь. Никто не знает, какое оно, например. У тебя сейчас Виктория Сикрет на тебе, и ты только сам знаешь, что это. И кожа с этой пудрой, она сияет как бы изнутри. Такое лощеное, легкое сияние классное идет. Как-то оно знакомо. Я сказала, что вот есть продукты, вот фигня в Арифлейн, так это вот фигня полная. Да, и это, не знаю, бесполезный продукт, который купила, и он мне не нравится. Но, вы знаете, сейчас я сделала открытие. То ли я загорела, то ли что-то произошло с моей кожей, это стал моим мастхевом. Продукт, который очень мне понравился и смотрится невероятно круто. Я сейчас вам покажу. В компании Арифлейн вряд ли будет запускать плохие продукты в 60 стран мира для того, чтобы, ну, скажем так, сделать себе, а, плохую репутацию, и второй, просто их не продавать. Поэтому здесь что-то не так. Просто нужно либо скомбинировать, либо какую-то технику немножко подобрать, либо кисточку поменять под этот продукт, либо посмотреть технику нанесения. В общем, нужно разобраться в этом продукте. Наношу сейчас. Если вы чувствуете, что чего-то многовато, пройдитесь обычной кисточкой растушевочной и немножечко втушуйте. Эх, надо было подготовить губки, забыла. Я использую иногда вот такой бальзамчик, который придаст объем моим губам. Вместо того, чтобы подкачивать их филлерами, можно временно, естественно, их подкачать самим. И пока этот продукт начнет работать, губки немножко подкачаются, я вам расскажу о такой пудре. Это единственная пудра, форифлэйм, который я нашла. Может быть, вы подскажите, еще какая-то пудра есть. Содержит SPF-фактор 15. Даже вот здесь нанесен. Пока я ждала, пока надуются губки, сделала себе объем волос. И сразу вспомнила проект антикастинг. Сейчас очень модно вкалывать себе, делать губки, похожие такие утиные губки. Поэтому, конечно же, нам в вене инстаграма хочется посмотреть на девочек, быть похожим на кого-то. Но если вы хотите одеть на себя временную маску, посмотреть, как это будет вам, вы можете воспользоваться такой помадкой, которая увеличивает губы. И после этого наносить вашу любимую помаду. Но накачав свои губы один раз и надолго, и ждать, когда филер уйдет через год, через полгода, может быть, через полтора года по-разному. В первый этап я нанесу помаду. Помаду я нанесу светлого оттенка. Это моя любимая матовая джартань. У меня их много, и поэтому я решила использовать светлый оттенок. Посмотрим, как он будет смотреться, потому что макияж на глаза очень яркий, насыщенный, поэтому более легкий, спокойно хотелось сделать губы. Отдвинула продукцию, чтобы убрать, сняла видео макияж. И думаю, чего-то не хватает, чего-то не хватает. И у меня на столе стояла новая парфюмерная вода, тубероза. Невероятно крутой аромат. Я его наношу. Именно этот макияж, этот образ, аромат, воспоминания с лайнера, когда нам подарили, останутся со мной именно этой осенью, на этот сезон. Это мой макияж. И если вам нравятся подобные видео, пожалуйста, поддержите меня. Подписывайтесь на мой канал, потому что я не часто выпускаю видео, потому что много работаю бизнесом, занято больше управлением структурой. Но, тем не менее, буду выпускать еще подобные видео такого формата. Все, всем успехов! Пока-пока!